Здарова, молодые скайримщики! И это продолжение рубрики «Что будет, если в Скайриме?». Сегодня зайдет речь об тюрьме, а именно шахте Сидна. В предыдущем ролике я попросил вас оставить комментарий, чтобы вы хотели здесь увидеть. И самый залайканный комментарий, а именно 135 лукасов он собрал на момент создания видео. Итак, цитирую. Табурет Деда пишет. Идея для видоса пожилому скайримщику. В шахте Сидна по квесту «Заговор изгоев» можно встретить телохранителя Мадонаха, орка Баркула Зверя, который при первом диалоге с ним спросит, каково было убить своего первого. Причем ему можно ответить, что КГ, главный герой, никого не убивал. На что орк скажет «Врешь!». Короче, а изменится ли диалог, если поговорить с ним вообще, никого не убивая? Чтобы в статистике было ноль убитых людей. Ну шо ж, понятненько, будем разбираться, значит, в этом вопросе. Хорошо, так сказать, вызов принят. Ну а пока я лечу на всех парах в Маркарт, просьба поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, если смотрите видосики здесь на регулярной основе. Если не смотрите, если один раз зашли-ушли, не надо. И приходите также на трансляции, они проходят каждый день в 16.00 по московскому времени. Алрайт, не будем тянуть шахту за Сидна, поехали по Нексиле. Ну и, разумеется, как только я вошел в Маркарт, меня сразу же встречает Лысак. Ну, точнее, там происходит убийство, потом подходит Лысак, я читаю записку и начинаю расследовать. И первая проблема, с которой я столкнулся на своем пути, это вот этот вот чели, который решил со мной подраться. Тут прикол в том, что нам нужно пройти этот квест, по факту никого не убивая. Точнее, не пройти, а дойти до определенного момента. Но поскольку эта драка все-таки не считается за убийство, мне пришлось ему навалять, потому что он в любом случае бы меня там преследовал и все такое. Так что вот этого драка в зачет нам не идет. Ну а далее, с какой проблемой я столкнулся на мбарту, это говорить с небосом носатым. Потому что после того, как он все это дело нам выговорит, все изложит, а он со своими приспешниками начинает нападать на главного героя. И самое забавное в том, что даже если я выйду на улицу, стражники мне не помогут, они меня дефать не будут, потому что я якобы там какая-то шелупонь, а небос носатый. Его трогать нельзя, да, все стражники у него куплены, КСТА. Так что в данном случае мне пришлось немножечко схитрить, но все равно легальным способом. Вообще, кстати, все намного проще, я просто у него скоммунизил дневник. И после его прочтения, соответственно, квест идет дальше, и небоса убивать абсолютно незачем. И после нашего ухода он со своими приспешниками на нас не нападает. Идем дальше. Теперь нам необходимо проникнуть в комнату, где жила Маргарет, та, которую убили на рынке. Там, в принципе, все довольно легко, я всего лишь выкупил ее ключ и забрал ее дневник. Ну и на десерт у нас осталось самое сложное, поговорить с Нелотом. Вроде как Нелот его зовут, сори, если я вдруг перепутал. Тут вот в чем загвоздка состоит, смотри. Выкрасть у него ничего не получится. Соответственно, нам в любом случае надо с ним говорить. И после данного разговора нападают, соответственно, изгои. Ну шо, шо поделать. Но, к сожалению, в солянку он расправиться с ними не смог. Они его постоянно роняли на одно колено и т.д. и т.п. Поэтому я решил поступить немножечко по-другому. Я вышел на улицу и стражники мне в этом помогли. Всех оставшихся там, кто еще остались в живых, они перехреначили. И мне таки удалось продолжить квест, опять же, никого не убивая. Возможно, у вас уже встал вопрос. Триша, нахрена ты вообще нам все это рассказываешь? Все это показываешь? Как ты делал квесты? Показал бы сразу по факту. И все. Причина номер 1. Я хочу показать и доказать то, что я это сделал все легально. Максимально то, чтобы с помощью там читов и т.д. Можно пройти максимально пацифистам. Никого не убивая данный квестчин. Во-вторых, ты посмотри, как он классно дрожит. Вот если, вот как я могу это вам не показать? Ну вот как? Ну это объясни. Ну и, наконец-то, вот оно. То самое долгожданное место, которое я так давно и целеустремленно стремился. Теперь мы, наконец-таки, можем поговорить с Баркулом. Наконец-то мы дошли до него. Сейчас я вам покажу статистику, чтобы вы увидели то, что все нормально. Нажимаем Escape. Статистика. Вкладочка Бой. И вы видите то, что все по нулям. Вообще никто не был убит. Ну что ж, разговариваем с Баркулом. Мясо. Нежное. Сочное. Каково было убить своего первого, а? Врешь. Сука! Все напрасно, блядь. Минус три часа моей жизни. Ну, короче, ладно, ясно, понятно. Но, в любом случае, меня попросили, я сделал так, что мои руки чисты. Я ничего не обещал, то, что там что-то будет, что-то то. Это была вообще не моя идея, так что претензий не ко мне. Ладненько. Я надеюсь, что вас хотя бы повеселило это видео. И, возможно, вы узнали в плане прохождения для себя что-то новое. Ну, может быть. Я, по крайней мере, буду надеяться, что это видео не было, скажем так, пустышкой. Ладно. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Поддержите это видео лайком, если хотя бы чуть-чуть повеселились. И также можете оформить подписочку на канал, если смотрите видосики на регулярной основе. И приходите на трансляции. Они проходят каждый день в 16.00 по московскому времени. Ну все. Всех люблю, целую и пока. Субтитры сделал DimaTorzok